Девушки отдыхают Игра «Одни из нас» — это игра с глубоким эмоциональным подтекстом Культово, значимо, незабываемо Абсолютный шедевр Это неожиданное эмоциональное приключение Абсолютно Абсолютно Игра с не самым броским, но глубоким названием «Одни из нас» Я прекрасно помню этот день Я прекрасно помню этот год Эта игра у меня уже была задолго до мирового релиза И мне, наверное, первому человеку на планете удалось загрузить прохождение на YouTube Ко мне под видео приходили иностранные зрители, которые тоже ждали выхода этой игры И они писали мне комментарии такого плана Мы не знаем, о чем они там говорят, но игра шикарная И с ними нельзя было не согласиться в этом Был просто замечательный запуск, который был организован нашей компанией Очень много журналистов было из навигатора, из агромании, из всех изданий Был совершенно шикарный квест на выживаемость Там тоже были зомби Там были какие-то тараканы Там был шулер с картами, который предлагал тебе разыграть волшебную карточку, которая откроет выход Я, честно говоря, настолько впечатлился, что после этого посетил еще несколько квестов Ну, ни один из них не сравнился по атмосферности с тем, который был на старте одни из нас Я думаю, это эмоциональные горки Потому что вначале ты просто пытаешься разобраться, в чем смысл игры Затем получаешь удовольствие, отстреливая зомби И в какой-то момент не замечаешь, как начинаешь переживать за персонажей И все, что с ними происходит, сильнее, чем за некоторых своих родственников Уровень поднимаемых тем То, как их подали, то, как их разобрали, то, как персонажи развивались И то, что эта игра, она не следует традиционным фабулам, которые часто бывают в кино И тем более в играх Это от начала до конца очень взрослая и умная игра Невозможно просто не дооценивать тот факт, что это произошло в 2013 году Пусть одни из нас ворвалась в жизнь игроков в 2013 году Ее корневая сюжетная идея появилась многим раньше Все началось еще в студенческие годы Нила Дракмана Один из его профессоров крепко дружил с режиссером зомби-хорроров Джорджем Ромеро И однажды предложил студентам разработать концепты видеоигры Пообещав передать лучшие своему знаменитому приятелю Дракман предложил идею зомби-апокалипсиса В стиле ромеровского же фильма «Ночь живых мертвецов» Зомби почему-то очень популярны всегда Потому что люди, наверное, понимают, что они сами немного зомби Ходят на работу каждый день в метро При любом маленьком шухере все превращаются, друг друга съедают Правда, в первом сценарии Дракмана на главных ролях Выживать предстояло бывалому полицейскому Который к тому же должен был оберегать молодую девушку А вся геймплейная загвоздка заключалась в том Что по ходу сюжета сердце у полицейского начинало сдавать И в моменты приступов ответственность за жизнь обоих переходила к девушке По итогам конкурса этот проект призовых мест не занял Но самому Нилу он так понравился, что тот не забыл о концепте Даже после того, как в 2004 году стал работать в студии Naughty Dog Секрет успеха Naughty Dog ровно в том, что это перфекционисты Это люди, которые делают идеально Я в силу моей профессии знаю, как зачастую делаются игры И вот вы знаете, у нас есть такая вот недоделочка Тут недостатечка Но вот надо же, издатель требует И вот надо уже издать, и надо продать И там еще какие-то акционеры что-то там говорят А они делают на 150% сразу Если что-то не так, выкидываем Если что-то так, улучшаем Ну, то есть это вот просто редкий случай в горовой индустрии Когда вот собираются кучи талантливых людей И работают с азартом Мне кажется, одни из нас это такая закономерная и очень важная точка В развитии вообще самой студии Naughty Dog Потому что они начинали с аркадных игр, платформеров Потом перешли к популярному жанру, приключенческому кино И вот одни из нас это уже что-то ближе к авторскому кинематографу К чему-то такому совсем своему, режиссерскому Теперь Naughty Dog вошли в число компаний От которых можно что угодно ждать, зная, что это будет круто Как мне рассказывали очень многие инвесторы Даже не верили в Last of Us Считаю, что он не повторит успех Uncharted А он это смог Между прочим, работая над второй частью Uncharted На пару с креативным директором этой игры Нил Дракман брейнштормил сценарий под названием «Немая девушка» Который опять же создавался с явной оглядкой на старый студенческий сценарий Главному герою Нейтану тоже случилось бы сопровождать юную спутницу Но общаться героем в данном случае приходилось уже без помощи слов В итоге эта затея трансформировалась в короткий эпизод из второго Uncharted В котором Дрейк искал проход в Шамбалу вместе с неговорившим по-английски проводником по имени Тензин Этот фрагмент показал разработчикам, как органично выглядит развитие отношений между героями Поданное через геймплей и совместное преодоление препятствий Для меня стало, наверное, откровением смена сеттинга именно с точки зрения студии Казалось бы, они делали удачный Uncharted И все понятно, и все хорошо, и продолжать делать, и людям нравится И, видимо, для того, чтобы получить для себя какой-то новый опыт И чтобы не забронзоветь в каком-то одном векторе Студия сделала ставку на совсем другое И они не испугались и решили идти вот в эту сторону И когда это все случилось, стало понятно, что не зря И опять же было понятно, что не вчера идея родилась И она долгое время была в проработке внутри студии Поэтому, собственно, случилось, когда случилось Концепцию взаимопонимания Naughty Dog хотела реализовать в перезапуске Джека и Декстера Но в ходе разработки сотрудники студии изобрели так далеко от классики Что решили вовремя остановиться и взяться за совершенно новую игру про взаимовыручку Вот тут-то долговоримая идея Дракмана и выстрелила И постепенно старый полицейский и его спутница из студенческого сценария Превратились в тех самых Джоэла и Элли, которых мы знаем Тех самых героев, которые открыли для игроков целый новый мир Вселенная одни из нас создавалась не на пустом месте Говоря об источниках вдохновения, сами авторы вспоминали прежде всего фильм Ночь живых мертвецов и игру Ико Попали в этот список также «Город воров» с Беном Аффлеком И не очень популярная в наших краях картина «Дорога» Главную роль в которой исполнил почетный Арагорн Голливуда Вига Мортенсен Но в корне мироустройства игры проросла идея, которую создатели присмотрели в документалке «Планета Земля» на BBC История о массовом заражении, причина внутрисюжетного апокалипсиса игры Имеет под собой вполне реальный фундамент В тропических лесах ведет свое паразитическое существование гриб под названием «Кардицепс однобокий» Прилипнув к муравью, споры этого гриба разъедают хитиновый покров, Оплетают внутренние органы и на химическом уровне контролируют организм жертвы Грубо говоря, «Кардицепс» меняет поведение муравья себе в угоду Заставляет зараженную особь покинуть муравейник и найти наиболее удобное место для дальнейшего распространения грибных спор После этого «Кардицепс» прорастает уже на трупе зомби-муравья, созревает и продолжает свой ужасающий жизненный цикл Нас очень вдохновил сериал «Планета Земля», который отлично объясняет невероятные природные феномены нашей планеты И тот грибок, который мы показываем в игре, он просто удивителен То, как он порабощает мозг, манипулирует жертвой, изменяет ее поведение в угоду этому самому грибку И мы сразу же начали задаваться вопросом «Ого, а что будет, если этот грибок переключится на людей?» Мы стали анализировать, как бы это выглядело У нас был пример, как это работает, но как изменится человеческое поведение? Мы начали соединять эти идеи в геймплее Спустя какое-то время мы пригласили биологов, чтобы получить их профессиональную оценку И наши идеи впечатлили даже их Мы были очень горды собой Вот так, по воле разработчиков, во вселенной одни из нас «Кардицепс» перестал довольствоваться муравьями И переключился на людей Отчего прогрессивное человечество стремительно утратило рассудок Когда там сосед ломится к ним в окно, я помню, это был такой трешак Когда ты понимаешь, что все, кто были твоими соседями, превратились в каких-то зомби И не понимаешь, что происходит, люди уезжают, все горит, ты горишь, едешь на велосипеде, мир горит, ну как это работает? Это сильно было ужасно А могло бы быть и еще ужаснее Мало кто знает, что существовала и такая версия сценария, в котором зараза должна была поражать исключительно женщин Но потом в «Ноте Дог» вовремя вспомнили, что массово истреблять женщин, пусть даже и зараженных, это не очень политкорректно И от этой задумки отказались Впрочем, так же, как отказались и от идеи добавить в игру зараженных животных Это один из крутейших моментов в «Мастфас» — это пугающая реалистичность сеттинга Это не просто выжившие, которые пытаются спастись, это огромная драма Очень хорошо прописанная, с очень глубокими персонажами И все, что с ним происходит, ты этому веришь Даже когда видишь чувака с грибом на голове, который щелкает ртом Ты такой, да, это может произойти, потому что, ну почему бы и нет? Слишком все остальное реалистично, что начинаешь верить даже в это Во-вторых, это мир действительно настоящих отношений между людьми А не настоящее зло в данном случае Я люблю прям вот собрать максимальное оружие, залететь максимально неловко в гуще событий Потому что игра, в принципе, дает тебе возможность, даже если ты любишь стрелять, делать это умно, из-за укрытий и так далее Здесь вот прям с ходу полетели все, что есть в руках, кидать и стрелять и так далее Изначально тактика была агрессивный раш, что было ошибкой Это не та игра, где, как в тир-шутере, ты бегаешь и убиваешь соперников Не так! Любой шум, любое неудачное действие, на тебя начинает бежать вот эта вот вся орда зараженных людей И, конечно, когда их много, они представляют собой очень большую опасность для любого игрока, в том числе профессионала, как я Одни из нас сделаны как раз для прохождения в стиле стелс или чего-то осторожного Ну потому что вокруг тебя много зараженных децепсом зомби И ты не можешь их всех убить физически просто Ты один, с тобой маленькая девочка В любом случае тебе придется действовать скрытно И поэтому я как бы отыгрывал, отыгрывал персонажа, так сказать Практически всегда старался делать все незаметно и по-тихому Потому что я, во-первых, люблю стелс, а во-вторых, если бы я попал в подобный сеттинг Где люди щелкают, у них грибы на голове и надо стараться не привлечь внимания То стелс, скрытность, наверное, самая рациональная тактика Ее я и придерживался Боевая система «Одни из нас» — это до сих пор, на мой взгляд, одно из лучших геймплейных переживаний, которые я испытал в играх В первую очередь, потому что игра воспринимается как нечто цельное Да, там есть стелс, там есть экшен, там есть перестрелки Там есть, можно сказать, интерактивные головоломки Но при этом игра никогда не делает это очень схематично У тебя нет ощущения, что вот сейчас я играю в стелс, сейчас я играю в экшен Потому что она тебя подталкивает всегда жить в моменте А я взял и побежал вперед Просто не оглядываясь, с криками «Элли, за мной! Давай!» и пробежал В одну секунду ты пытаешься от врагов прятаться Ты ползаешь на карачках, пытаешься мастерить какой-нибудь самодельный нож В другую секунду тебя ловят на этом И ты просто все бросаешь, начинаешь драться, окрызаться Вот как собака, которую загнали в угол, просто царапаешься И начинаешь перестрелку, убегаешь Хватаешь подручный предмет, например, кирпичи дерешься ими Графика потрясающая, атмосфера воссоздания этого города Постапокалиптический мир Ну тебя пронизывает эта атмосфера И вот таких моментов, их слишком много И все это в совокупности создает феномен популярности Неудивительно, что после выхода «Одни из нас» Игра была высоко оценена и игроками, и медиа Специалисты не единожды подчеркивали ее уникальность наградами и премиями А сам формат геймплея и сюжет встретили такой отклик Что даже спустя шесть лет История о Джоэле и Элле остается в памяти и сердцах всего игрового сообщества Здесь, наверное, все сложилось И механика, и графика, и какие-то геймплейные элементы Игра постоянно меняется, она не наскучивает в процессе Что иногда случается даже с очень хорошими играми И вот в таком вот постоянно динамическом темпе Ты идешь к финалу, при том, что с середины тебе уже становится реально интересно Чем это все закончится Потому что, опять же, одна из сильных сторон студии — это сюжет Без малого те самые бриллианты, которые случаются в игровой индустрии, к сожалению, сейчас все редко Надо идти дальше Так идем? Джоэл — это антигерой Ну, такой довольно колючий человек Который может там бросить ребенка в пропасть, потому что ему нужно выжить Он не всегда ведет себя так, как я, например, вел бы себя на его месте Меня подкупает его чувство юмора, такой жесткий характер Главное для него — это его, собственно, простите, шкура Чтобы все было хорошо, чтобы у него была еда У его подруги Тес была еда там на столе, и чтобы они были в безопасности То, что позволяет очень органично понять персонажа — это логичность действий То, что он делает, как он действует — это примерно так же, наверное, бы действовал я Сразу видно, что он такой отчаянный мужик И что он нег*** какая-то И что он пережил очень много и видел некоторое дерьмо Но он не готов окончательно прогнуться под всю эту погибель Он был плохим, потому что, ну, если бы он был плохим, тебя бы скорее всего убили какие-нибудь чуваки Но он должен был убивать кого-то В самом начале казалось, что это стандартный, бородатый, брутальный мужик Который будет крошить зомбарей И который прописан, ну, очень поверхностно И я ничего, честно говоря, от него не ждал И это приятно обмануло меня, вот это ощущение Потому что персонаж оказался гораздо глубже И он как будто бы испытывал все то же самое, что испытывал я по ту сторону экрана Было достаточно интересно наблюдать за тем, как Джоэл менялся по ходу развития сюжета По ходу игры, как человек начинает оживать Позже я привыкаю к Джоэлу У нас появляется некоторая химия, взаимопонимание И наблюдается некоторый генезис его характера Сначала он мягчает, он весь такой суровый Но потом он мягчает, он принимает И затем он привыкает к некоторым людям И мне это нравится А под конец ты уже считаешь его просто как родного Вот мы с ним столько пережили, прошли И, конечно, он прям вот запал куда-то туда в сердце Потом он встретил маленькую девочку Вспомнил о своей дочери, стал хорошим Он всегда был хорошим, но ему нужно было быть плохим И я никогда к нему плохо не относился Я считаю, что если бы я попал в такую ситуацию Я бы, наверное, тоже всех убивал Куда? Ты бармончишь во сне Ненавижу кошмар Да, я тоже Игра близка не только к мужскому населению, которая в основном составляет аудиторию геймеров, но и женскому в силу того, что там Элли, которая является фактически основным героем этой игры. Меня поразили ее глаза. Они были настолько живыми, блестящими, огромными, искренними, детскими, такими наивными глазами. И в то же время в них была вся вот эта боль, которую ей пришлось пережить в своем таком юном возрасте. Любопытно, что ты на Элли сначала смотришь глазами Джоэла. Джоэл, как я говорил, уже циничный такой человек, который смотрит на все через призму о меркантильности, расчета, который думает только о себе. И когда ты вот с такой призмой смотришь на Элли, ты тоже воспринимаешь это чисто как проблему. Чертов подросток. Господи, опять эти дети. Я обожаю детей, но своих. А моих у меня теперь нет. А тут чужие. Я что вам, усатый нянь, что ли, в конце концов? Я как раз из тех одиночек, которые не очень любят, когда есть какой-то компаньон в игре. Особенно, когда это компьютерный персонаж, который управляется искусственным интеллектом, я к ней относился как к такому назойливому спутнику, с которым не очень хочется вообще взаимодействовать. И очень забавно, как это действительно изменилось под конец игры. И знаете, в игре даже без спойлеров есть такой замечательный момент, когда на Элли нападают. И в этот момент ты полностью управляешь персонажем, у тебя полный контроль, и ты просто подлетаешь к этому врагу, начинаешь его бить. И анимации персонажа меняются, то, как он бьет, тоже меняется. И в этот момент Джоэл подрывается, он просто впечатывает его в стену, и ты прямо через геймпад, вот на кончиках пальцев, как говорится, чувствуешь, что персонаж уже по-другому относится к Элли. Он хочет ее оберегать. И самое удивительное, что в этот момент ты чувствуешь то же самое. В начале сюжета Элли, хрупкая, не видевшая всего этого ужаса девочка, ребенок, и ее, скажем так, мутация эмоциональная и физическая очень здорово описана в игре. И круто, что в финале все равно остается ощущение того, что она, несмотря на весь мрак, который они пережили по пути к своей цели, если можно так сказать, она все равно осталась такой девчонкой. Она не утратила, не сломалась, ее не поглотила вот эта вот тьма. Упрямость, упрямость, она очень упрямая. В начале казалось, что она просто абуза, которую главному герою навязывает игра. Постоянно переживать за нее, бояться, что ее кто-то съест, она будет попадать в передряги. Такая Лоис Лейн для Супермена. Но в процессе оказалось, что девчонка хоть куда, и в целом она очень полезный боевой товарищ. Хотя изначально Элли должна была получиться замкнутой, тихой и робкой. Однако исполнительница роли и актриса озвучания Эшли Джонсон убедила команду, что девочка способна и на острое слово, и на дерзкое действие. Так Элли обросла характером и стала куда более способным и полезным компаньоном. Ну что, прошло 6 лет. Элли подросла. Я подросла вместе с ней. На тот момент Элли было 14. Мне было 18-19. Где-то 18-19, я не помню. Сейчас она уже взрослая девушка. Она уже не совсем второстепенный персонаж. Наиболее искренними мне, в принципе, кажутся сцены, я считаю, сцены, в которых Элли может выдать какое-то словцо. Такое вот не всегда дозволенное цензурой. Мы, конечно, придерживаемся каких-то рамок, но иногда все-таки удается вставить такое остренькое словечко, и когда оно выстреливает в нужный момент, я считаю, это абсолютно попадает в характер Элли. Получается, что она действительно выдает то, что чувствует на самом деле. И эти сцены, они действительно получаются самые искренние и точные. Я найду и убью их. Всех до последнего. В работе над второй частью я столкнулась с тем, что мне приходится делать голос намного ниже, чем у меня он есть, потому что у меня он более такой подростковый, легкий, а у Элли, Элли такой бы мой голос не подошел, поэтому мне приходится делать его ниже, грубее, более грудным, таким брутальным, если можно сказать. Да, я думаю, это подойдет слово. Брутальным. Ставлю на то, что через две недели вы снова сойдетесь. В этом плане, конечно, Эшли Джонсон постарше меня будет, пониже меня будет, в плане тембра я имею в виду. Приходится как-то искать золотую середину, потому что Элли все-таки 19, ей не 35, как Эшли, и мне не 35 и не 19. Поэтому как раз, я думаю, в нашем российском варианте мы можем как раз найти эту золотую середину по голосу и подать персонажа правильно. Прямо сейчас мы находимся на студии, где я озвучиваю одного из персонажей игры «Одни из нас два». Мой персонаж мне в целом симпатичен, как минимум потому, что он носит бейсболку, и он в худи. И еще он звучит прям как я. Вы можете послушать в русской версии, вообще не отличить. «Ну же, быстрей!» «Да, да, 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 да». «Ну же, быстрей!» Когда мне предложили озвучить одного из героев, я сказал «Да, конечно же». Но я думал, что мне дадут озвучивать какой-нибудь бота, который будет ходить и говорить «Кто здесь? Что это за звук?» Оказалось, у меня реально персонаж, который даже есть в катсценах. Я очень рад. Для меня это большая честь. Это одна из моих самых любимых игр, поэтому большое спасибо. «Кричать умеешь?» «Да». «А, блин!» «Подходит мне персонажа?» «Нет». «Во второй части вас ждет Элли, которую вы еще не видели». Раскрылась. Я сразу понял, что у них будет план сделать из нее главного персонажа, потому что, во-первых, очень круто, когда женщины главные персонажи. Поэтому как бы это нормальная эволюция. Я, например, обожаю игру Tomb Raider. Ну как бы, особенно новые части, вот эти, которые сейчас выходили. Мне абсолютно комфортно. И мне нравится Элой из Horizon Zero Dawn. Я люблю взрослых женщин. Мне нравится концепция, что она вырастет, и будет как бы самостоятельно, и будет что-то делать. Естественно, одни из нас надо продолжать. После концовки, как игрок, я себя чувствовал никак. Я сидел и тупо плакал. А там шли титры. А где-то шли жирафы. А где-то продолжалась жизнь. Я был на E3, когда показывали первый геймплей, когда все стояли в этой церкви, что происходит вообще. Классно было сделано. Иммерсивное такое впечатление. Я понял, что ставка высока, и, видимо, нас ждет что-то очень масштабное. Я очень ждал анонса второй части, и такой тизер был очень стильный. Элли играла на гитаре. Она, кстати, замечательно... Актриса, которая играет, Эшли Джонсон, замечательно поет. Небольшой секретик. Во второй части Элли будет петь. Я видел несколько трейлеров от второй части, и я остался не то чтобы обескуражен, мне непонятно, про что это будет игра, потому что игра «Одни из нас», часть первая, это игра про любовь, а тут я увидел такую откровенную, как это говорится, Тарантину. Кровь, кишки, и все по полкам. Показался интересным трейлер, на самом деле, с главой сектантов, насколько я понял. Это была женщина. Мы уже будем представлять хотя бы, нас уже готовят к тому, с кем мы будем иметь дело в следующей части этой игры. И я уверен, что просто с ними не будет. Тизеры, которые были запущены, трейлеры, говорят о том, что игра будет топовая, это абсолютно точно. Будем честны, вопрос сиквела настолько успешной, настолько культовой игры оставался вопросом времени, не более. Поэтому было скорее не удивление, а наконец-то. Сколько можно было ждать? Я жду еще более крутого визуала, потому что это подкрепляет правдоподобность происходящего. Ну и, естественно, жду продолжения истории моих двух любимых персонажей, с которыми я как будто бы породнился. Мне не плевать на Элли теперь, из-за того, что Джоэлу было не плевать. Я с мамой-то не успеваю время проводить, а вот мне еще трехмерный, не настоящий человек, за который я должен переживать. Спасибо большое, Naughty Dog. Очень, очень кстати. Мне безумно интересно было в финале игры, что будет во второй части, потому что финал был бомбический, и я до сих пор жду, и до сих пор не знаю, что будет дальше. Это очень интересно, и это очень интригует даже меня, участника процесса. К тому же, ждать одни из нас часть вторая осталось недолго. Эксклюзивно для PlayStation 4 19 июня 2020 года Элли вяжется в новое эмоциональное приключение и вяжется не одна. Сопровождать ее на этом смертельно опасном пути вызовется Джоэл. Все как в старые, не слишком добрые времена. Одни из нас это было без ложной лести незабываемо. Это та игра, которая, пожалуй, наиболее полно отражает те изменения, которые произошли в гейминге за последние 10-15 лет, когда игры от совершенно простого сюжета и банальных каких-то стрелялок перешли в микс жанров. Это экшен, это адвенчи, это хоррор, это сювайвл, это кино. Игра интерактивна, интерактив именно заключается в вовлеченности геймеров в сюжет, в их именно эмоциональное участие. Потому что после этой игры облик всего остального тоже очень сильно поменялся. God of War стал похож на Last of Us, Days of Gun похож на Last of Us. И это все скорее со знаком плюс, потому что очевидно появился запрос на эмоциональные экспириенсы. Я думаю, секрет успеха в том, что ребята нашли правильный баланс между увлекательным геймплеем и невероятным сюжетом, крутым, проработанным, в который веришь, в который хочется окунаться и который хочется исследовать. Меня она задела до глубины души. Есть такие игры, есть такие вообще вещи на свете. Фильмы, игры, книжки и так далее. Когда ты садишься за нее и встаешь через какое-то время, и ты другой человек. Собственно, одни из нас это одна из этих культурных вещей. Ты сел в нее играть, думаешь, а, сейчас за ним постреляю, будь то как. А потом через 10 часов такой встал и думаешь, ебкерный театр. Это сильно. Это не Дракман. Вот прям. Для всех тех, кто не играет в игры или считает их каким-то несерьезным развлечением, которые думают, что это только стрелялки или ролевые игры про эльфов, например, я всегда первым делом им советую поиграть в две игры. Одна из них это Uncharted. На самом деле любая, но в первую очередь это четвертая как самая актуальная. И вторая игра это одни из нас. Игры лучше, чтобы дать человеку непосвященному видеоигры познакомиться с этим форматом просто не существует. У меня несколько игр есть таких, в которые я играл днями и ночами и вот это одна из них. Одни из нас. И каждую такую игру надо прям ценить, 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 как будто она последняя. Это замечательная музыка, это замечательная картинка, это замечательный сюжет. Это было неожиданно здорово, неожиданно глубоко, неожиданно близко. Это было очень эпично, захватывающе и хочется еще. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok